друзья привет это третий выпуск проекта мой публичный портфель меня зовут евгений давайте как зайдем ко мне в портфеле и посмотрим что у меня изменилось за это время это в 22 февраля я закрыл сделку по газовой компании продал ее по 67 а покупал ее за 55 у меня была всего одна акция рост был мы зафиксировали прибыль также я избавился от нефтяной компании продал ее вчера на росте показывала на 16 долларов 2 цента и я закрыл эту сделку на сегодняшний день она стоит 1596 я думаю это нормально покупал я ее в портфель в при цене 12 долларов за акцию покупала три штучки и она плюсовала где-то в районе 20 процентов поэтому я ее и закрыл я вообще считаю что если бумага дала прибыль дала прибыль больше двадцати процентов то обязательно фиксируйте прибыль потому что ждать допустим дальнейший и рост это все равно что ловить падающие ножи есть такая поговорка что лучше синица в руках чем журавль в небе и даже при небольшом росте ну где-то в район десяти двадцати процентов я всегда стараюсь фиксировать прибыль сегодня 23 февраля российский рынок не работает зато американские торгуются в полном объеме и я закрыл сделку по рояль датча продал ее по 41 доллар 2 цента 20 центов сейчас она стоит в моменте 40 долларов 91 цент покупал ее по цене 36 долларов 20 центов тоже показала рост и я решил ее закрыть почему я избавляюсь от нефтяников потому что нет сейчас стоит уже идет от верхнего канала сказать скажем тогда то есть она спускается 60 это был ее скажем так предел выше 60 нефти мы не увидим будет ее падение также я сегодня выставил заявку на банков америка хотел ее продать по 35 долларов 60 центов она в моменте подходила практически 35 и 7 а почему она у меня не продалась не знаю почему-то брокер не исполнил мою заявку ну да ладно еще не не вечер возможно она подрастет и зафиксирует прибыль в 14 процентов я сейчас стараюсь закрывать позиции выходить в кэш то есть я коплю сейчас деньги на предстоящую коррекцию которая непременно должна состояться и что-то вот мне подсказывает что начнется она где-то в начале марта в начале марта мы должны увидеть эту самую коррекцию и так повторюсь еще раз я закрываю только прибыльные сделки те которые показывают уверенный плюс так как вот это вот ожидание коррекция она очень очень нехорошая и сейчас смотря на рынок когда некоторые акции выстреливают там на 20 процентов или падают на 20 процентов это все говорит о том что рынок нестабильный трос который мы сейчас видим нас небольшой коррекции в январе он нам все равно сейчас уже закончится скоро будет коррекция и если проанализировать рынок посмотреть все вот эти коррекции спады но они начинаются обычно в марте март апрель идет снижение рынка и как раз на этом снижении мы и должны заходить в новые бумаги сидеть в одной бумаге и пережидать допустим вот эти падения но это не для меня я если вижу прибыль я ее фиксирую другую идею я найду всегда рынок живой он всегда работает он одни бумаги растут другие падают и можно всегда найти ту бумагу в которую ты можешь зайти по очень хорошей цене поэтому не бойтесь фиксировать и никогда не жалейте об упущенной прибыли так как вы не можете предугадать будет рост или будет падение поэтому если есть прибыль ее нужно фиксировать сейчас я конечно мог бы докупить усреднить позицию по компании мерк но цена не знаю она сейчас привлекательная хорошая и я бы взял но у меня ее и так уже много в портфеле то есть если я докуплю еще у меня этот баланс между компаниями будет превышен умеет так две компании из биотехов это мерк и компания файзер которые я держу и которых я жду рост но пока у меня только от них убыток 11 марта будет закрытие реестра компании мерк мерк решила еще разбиться на две компании у меня будет подробный обзор на этой неделе так что если интересно дождитесь посмотрите и все равно я думаю она опустится ниже 74 еще и на том уровне и мы будем ее покупать конечно если она опустится если нет то будем держать то количество бумаг которые у нас сейчас есть в портфеле по российскому рынку новых идей не допустим покупать сбербанк газпром или газпром нефть на данных уровнях ну и за мне например бойзна я не зайдусь сейчас сбербанка он очень дорог сбербанком я зайду наверное где-то к маю когда он просядет процентов на 30 прям то и больше такое будет просто нужно подождать дождаться того момента когда цена будет привлекательна и можно мне его заходить на данный момент я держу только нлмк русагра и тот нет но тот нефть у меня спекуляция ты я ее держу только до 540 скорее всего и я ее закрою переложусь в нлмк и при следующем пополнении своего счета я все-таки планирую еще докупить нлмк конечно если он будет в районе это 209 вот так вот я тогда еще добавлю бумаг себе в портфель на данный момент новых идей нету рынок непонятный рынок вроде бы и растет и в то же время он уже на своих максимуму поэтому ребята будьте осторожны держите руку на пульсе и при любом подозрении на то что рынок вот-вот начнет свой поход вниз перейдет в медвежий рынок обязательно продавайте и фиксируйте свою прибыль которая в вами заработана итак друзья если у вас есть предложение или видение каких-то новых идей по бумагам можете писать в комментариях давайте поговорим с вами с вами в комментариях о том в какие бумаги инвестируете вы что вы ждете от рынка как давно вы инвестируете так что оставляйте комментарии пишите свои идеи в конце концов расскажите о себе как давно вы инвестируете и какую цель и вы преследуете от своих инвестиций кто-то может хочет купить автомобиль кто-то квартиру построить дом все мы люди и давайте с вами поговорим о том какие идеи для чего вы пришли на фондовый рынок как вы торгуете вот допустим расскажу немножко о себе да начиная торговать на фондовом рынке это было 2008 2009 год я накупил кучу книг по тех анализу по фундаментальному анализу изучил их все и чертил графики уровне поддержки канал восходящий нисходящий сейчас заходя даже в мобильное приложение я не чертю никаких графиков я определяю вход в компанию точку входа ну да я могу назвать что я определяю интуитивно но ее видно то есть мне нужно очертить вот эти графики сидеть часами разбирать тех анализ она все вот она наглядно достаточно открыть посмотреть и обычно я использую тайфрейм часовой либо месячный чтобы определить дальнейшее направление рынка итак друзья это был мой публичный портфель инвестируйте не бойтесь этого все возможно создавайте свой капитал и он вам обязательно принесет хорошие дивиденды до новых встреч на проекте география инвестиций оставляйте комментарии ставьте лайки подписывайтесь кто еще не подписался до новых встреч всем пока до новых встреч